Дорогие подписчики, спасибо большое, что вы смотрите видео, спасибо большое, что вы ставите лайки, что вы пишете комментарии, спасибо, что вы вообще просто подписались. Так вот, я хотел записать такое более профессиональное видео, но извините, реально нет времени, потому что буквально через один день Новый год, большие праздники, и конечно же я буду справлять Новый год со своей семьей. Ну так вот, что вы можете ожидать в 2020 году от меня, от этого канала? Ну, во-первых, интервью будут продолжаться, во-первых. Во-вторых, иногда я буду делать такие мини-документалки насчет Канады, насчет Америки, иногда буду обсуждать какие-то новости, которые происходят в России, ну и конечно буду озвучивать свое мнение. В принципе, вот что вы можете ожидать от канала. Еще хочу всех предупредить, что YouTube одобрил монетизацию канала и в следующем году появится реклама. Не волнуйтесь, рекламы будет мало, просто нужно, чтобы хоть какие-то копеечки капали с YouTube на кофе, на парковку, ну в принципе вот и все. Чего я обещаю? Я обещаю, что я буду работать над звуком, потому что я знаю, что у меня на данный момент проблемы с этим, проблемы со звуком. Вот, хорошо, я купил новый микрофон, у меня диктофон тоже есть, и я в принципе уже начинаю работать на улучшение, на улучшение звука. Так вот, в принципе, вот что вы можете ожидать от меня, вот что вы можете ожидать от канала. В конце хочу вот что сказать. Пожалуйста, когда вы смотрите видео, мои, любые другие видео, или читаете что-то в новостях, проверяйте все ссылки. Пожалуйста, проверяйте мои ссылки. Может быть я где-то не прав. Но я заметил, что у нас в России, ну в принципе не только в России, в Канаде, в Америке очень много фейков. Если не проверять эти фейки, не проверять ссылки, не проверять информацию, то тогда может сложиться такое впечатление, что там в России, или в Америке, или в Канаде все плохо, все летит в задницу. Ну вот, например, недавно я прочитал в новостях у нас, не помню где, кажется, в Яндексе, что якобы Ford уезжает из России, и это рекордная потеря количества машин, которые уходят с российского рынка. Но в газете написали, что еще год назад Ford в Америке, в Северной Америке объявил, что они больше не будут производить легковые машины, будут производить только грузовые машины, пикапы и линию Мустанга. Вот и все. Как бы без этой информации можно подумать, что все, Ford уходит из российского рынка, потому что у нас тут так все плохо. А правда, Ford просто поменял свою стратегию, даже в Северной Америке Ford не будет больше собирать легковые машины. Это один из фейков, из многих фейков, которые я увидел, прочитал. Просто, пожалуйста, проверяйте всю информацию, и увидите, что с проверенной информацией, как бы, жизнь будет намного светлее, намного добрее, намного приятнее. Ну, в конце концов, хочу сказать, как бы, просто будьте добрее к друг другу, к семье, к соседям, ну, к окружающим. И я уверен, что все у нас в 2020-м получится. С наступающим Новым Годом, счастья, радости, здоровья, и увидимся всем. Увидимся в следующем году. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok